Привет! Раздел имущества – неприятное событие. Чтобы избежать трудностей, лучше заранее побеспокоиться об этом и составить брачный договор. Но если договор составить не успели, то придется руководствоваться общими положениями семейного кодекса. Это «Правовая среда» и сегодня поговорим о том, как разделить совместное имущество при разводе. Разберемся для начала с тем, что же подлежит разделу. По общему правилу делится все имущество, нажитое супругами в период брака, кроме того имущества, которое получено одним из супругов по наследству, либо по безвозмездным сделкам, и добрачное имущество. При этом предполагается, что доли в совместном имуществе являются равными. Но и тут не все так просто. Суд может отойти от этого правила. Давайте разберемся. Разделить имущество в неравных долях возможно, когда, например, квартира формально была приобретена в браке, но на денежные средства, полученные от продажи добрачного имущества одного из супругов. Если удастся доказать, что имущество приобретали сами, без помощи супруга, то суд может признать это имущество только вашим и отказать в разделе. Вторая ситуация – это существенное улучшение добрачного имущества одного из супругов. Например, если супруги в браке достроили дом, который начал строить муж еще до брака, супруга в случае раздела может претендовать на долю в этом доме. Главное – сохранить доказательства, например, чеки на строительные материалы. Как мы говорили ранее, имущество, приобретенное одним из супругов по безвозмездным сделкам, не подлежит разделу. Но и из этого правила есть исключения. Например, в последнее время такая практика сложилась при разделе квартир, приобретенных военнослужащими по накопительной ипотечной системе. Несмотря на безвозмездность и целевой характер денежных средств, квартира считается общим совместным имуществом и подлежит разделу среди прочего. Часто, чтобы супруге досталось меньше имущества, чем положено по закону, бывшие мужья приводят аргумент о том, что супруга не работала ни дня и сидела дома с детьми, а семью содержал мужчина. Такие доводы суд не примет. Имущество в этом случае будет поделено в равных долях. Уход за домом и детьми – это тоже работа, которая вносит вклад в семейное благосостояние. А теперь давайте разберемся со сроками. Многие считают, что после трех лет с момента расторжения брака второй супруг не сможет разделить имущество. Но это не так. Для раздела имущества трехлетний срок давности начинает течь не с момента расторжения брака, а с того дня, когда супруг мог узнать о нарушении его прав. Например, бывший муж продал автомобиль спустя 4 года после развода. В этом случае супруга все еще имеет право подать иск о разделе и получить половину от стоимости автомобиля. Кстати, разделить можно не только активы, но и пассивы, например, кредиты. О том, как разделить кредит, расскажем вам в следующем выпуске. На сегодня у меня все. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok